ПЕСНЯ Но почему девочкам скучно и мальчикам невесело? Мы снимали наш фильм в разных пионерских лагерях, но часто видели одно и то же, слоняющихся без дела ребят. Смотрите, сколько взрослых в лагере. Самый большой отряд. Они и накормят, и постригут. И каблук подобьют. А потом человек взвесит результаты своего труда. Была еще одна странная разнарядка. За лагерную смену дети все непременно должны были прибавить в весе. Это считалось показателем того, что питание в оздоровительном заведении правильное. Дети поправлялись, а худели сотрудники. Я потерял на 7,5 килограмма, значит, за первую смену где-то 5 килограмм, а за вторую смену 2,5 килограмма взвешивался. Хочется посочувствовать взрослым. Тяжело им. Глаз да глаз за этими современными детьми. Не углядишь, на карусели залезут, с качелей попадают, в бассейне утонут. Во времена СССР повсеместно для детей, помимо прочего, в обязательном порядке существовал так называемый трудовой десант. Пионеры убирали территорию, сами мыли палату, иногда даже косили траву. Но все это в основном носило формальный характер. Истинную радость доставляли детям лишь тихий час и вечерние дискотеки. Что это такое? Просто жуть, жуть, жуть. А может быть, мы не правы. Просто у сегодняшних подростков другие мечты. Если бы сказали, вот ты директор мандера сегодняшнего дня, что бы ты стал делать? Дискотеку бы сделал. Подольше. Похоже, для этих ребят дискотека все. И спорт, и радость, творчество. После дискотеки дети хорошо спят, радуются вожатые. От работы так не устают. Как альтернативу и пример для подражания в фильме демонстрируется спортивно-трудовой лагерь. Все лето дети жили в палатках и работали в подсобном хозяйстве. Ребята – это члены дворового клуба «Ракета». И на 30 человек только один воспитатель, он же тренер. Это уже не игра, а настоящая работа. Голубевские ребята зарабатывают себе на мячи, форму, походное снаряжение. Немник нет, все делают сами. Устают? Ну, конечно, мне кажется, на мой взгляд, что они дети устают больше в пионерском лагере, чем, допустим, в нашем трудовом. Они намного и пользу приносят, и как-то чувствуют себя свободнее. А в пионерских лагерях почему ребятам хуже? Они, значит, на линейку строим, на завтрак строим. Все это. За забор не выходи, туда не уходи. Ну, по шесть раз питание, спят по восемь часов. Причем все эти мальчишки не отличались образцово-показательным поведением. Многие стояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Это было воспитание трудом. Еще в одном лагере оборонно-спортивном не отряды, а эскадрильи. Не дежурные, а дневальные. И все там было по-взрослому. Ребята и взрослые круглый год вместе. А потому и трактор могут собрать, и багги, и мотоциклы. Значит, ребята, что вам не хватает для полного счастья? Да сейчас, в общем-то, есть. Все нормально. Только бензина вот не хватает. Так. Ну, а ты, Юра, что думаешь? Ну, 2-4 вообще тоже не хватает, как бензина же. Так, твоем не знаю. Да про ранее сказали. Нет, нет ничего. Ах, если бы деньги, которые идут на загородные хоромы, вложить в настоящее дело. Кто бы из вас все-таки хотел стать летчиком? Серьезно. Я. Давайте дадим им крылья. Наталья Китчина, Новости ТВК. Вдcase. Я. Продолжение следует...